Блядь, что это нахуй? Вы посмотрите, башка приделанная к какой-то невидимой мантии. Всем алоха, ребята, с вами DangerFX и сегодня мы будем тестить геймплей Pro Evolution Soccer 2020. Вы только посмотрите, как шикарно вставили модельку пьянича. Вот просто посмотрите, вот в районе головы, как же убого это выглядит. Даже мой фотошопер, наверное, лучше сможет сделать обложку. Блядь, как же всё плохо с дизайном у Pro Evolution Soccer. Ладно, сегодня об этом, сегодня будем тестить геймплейную составляющую пса, так скажем. Я думаю, сниму эту кепочку, она мне не очень идёт. Product placement, ну нахуй, мне за это не платили. Чтобы вы понимали, я вообще не играл в пса, кроме того, как просто открывал паки, поэтому сегодня будет моё первое знакомство с псом, так скажем. Услуга оперативного доступа, да-да-да. Да, спасибо, блядь, да! Блядь, сколько текста! Да сколько текста! Да отъебись! Да иди нахуй! Да понял я! Блядь, это какая-то ёбаная шутка! Я в ахуй сколько, блядь, текста! Окей, я понял, отъебись! Вы не можете играть в этот матч, поскольку у вас недостаточно игроков. Но перед тем, как мы затестим геймплей, давайте немножко откроем пакцы. Я всё ещё буду пытаться вытащить Криштиану Роналду, но судя по тому, что мы отправляемся в Аргентину, здесь будет полная хуня. Боже мой, братан, тебе пластика не помешала бы. И опять какой-то красавчик. Попробуем разок скипнуть, и кто этот симпатяга? Бергия. Блядь, что это нахуй? Вы посмотрите, башка приделанная к какой-то невидимой мантии. Ебать, вот это графоню, вот это надо ебить просто. Я просто в шоке. Ну вы реально посмотрите на эту хуйню, блядь. Все в футболочках красиво, а это что за хуйня, блядь? Ууу, а эта игра умеет смешить, спасибо на этом. Отправляемся в Россию. Да, это то, что мне нужно было. Какой-то игрок локомотива. Это Farfun. 81 рейтинг. Итак, пацаны, если кто забыл, моя команда выглядит вот таким вот образом. И сейчас, собственно, я её попытаюсь затестить. Что это всё такое? Закрыто, закрыто, допускается. Да, давайте примем участие. Я не знаю, на что я подписываюсь, но давайте попробуем. Особый матч у нас, ребята, какой-то Био Хазард Фифа. Ещё один заскокер от Фифа к нам залетает. Опа, он из Краснодара. Забавно, возможно, это Рилл будет мой какой-то подписчик. У него в составе есть Горецко, Ронал Диньо, Месси, Агуэра. Окей, давайте, полетели. Ой-ой-ой, какой проливной дождь у нас сегодня идёт в Краснодаре. Или где мы там играем? Пабло FC, играем мы на Сан-Сиро. Полетели, ребята. Это первый раз, когда я запустил PES именно в геймплейном виде. И будет интересно посмотреть, что из этого выйдет. Графически я уже могу отметить, что это на 10 тысяч голов круче, чем Фифа. Так, Александру. Так, есть на кого навешивать? Есть на кого навешивать? Я не знаю, я просто подаю. И тут кровь вылетал вроде бы. Ронал Диньо с мячом. На нахуй! О, боже мой, что это такое? Ронал Диньо сам вахуй. Так, а можно отобрать мяч? Ух! Хороший удар был, но Игорян на месте. Так, угловой, головой, Игорь! Снова Игорян на месте. Блядь, как же сложно с ним играть. Какой-то задроченный пессер мне попался. Хоть у него в них не Фифа написано, но играет он очень круто. Пока что для моего скилла, естественно. Ну, в атаке у меня пока что вообще нихера не получается, абсолютно. Очень сложно, конечно, после физики и Фифа привыкать к псу. В восемнадцатый я практически не играл, кроме карьеры замкал. Нихуя себе. Теперь Кагуэра крутит, вертит. Ну, это ГГ, наверное, но Игорян. Боже мой, ребята, как же хорош Игорь. Вижу, как он открывается. Прекрасный пас, я хотел сказать. Ну, отвратительный пас какой-то получился. Опа! Что-то получается, ребята. Что-то получается. Что-то наклевывается. И тут пас просто... Ну! Гол! Мой первый удар в створ сразу же гол. Вот вам и отскокер тысячелетия. 1-0, абсолютно несправедливо, полностью согласен. Но я каким-то чудом забиваю. На, статистика матча как бы подтверждает. Всего лишь один створ у меня. Ребята, как делать финты? Плизики, дайте мне туториал. Пассеры, отпишитесь в комментариях. Желательно какие-нибудь эффектные. Эффективные, точнее. Так, хорошо. Супер. Опа! 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 Боже мой! Боже мой! Что я творю? Я просто пассер тысячелетия. И неестно забивает гол. Ладно. Отскакивает, да, понимаю, но это футбол. Ой-ой-ой, кровь. Как же он круто открылся. И Суарес. Просто добей, блядь, да впустые. Да добей. О боже, Суарес даже так не попал. Да, там была в сайт, но что это за удар отвратительнейший был. Единственный финт, который я знаю, это... Блядь, и то я его не знаю. Раз, два, три. Три раза нажимаешь, и он радугу делает. Суарес! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Мастер контр-атак! Мне даже ачивку дали. Ребята, я близок к пластике, хотел сказать, к платине. Ну, на самом деле, во втором тайме абсолютно противоположная ситуация. Тут я уже доминирую. Соперник немножко поплыл, наверное, как я понимаю. После того, как понял, что не реализовала столько моментов. Блин, кровь у меня очень глубоко играет. Мне это не очень нравится. Так, Леонид полетел. О! Ха-ха! С огой растолкнулись. Ну и долбоебы. Оп. Оп. И давай, в касание. Хорош. Ну, это все, ребята. ГГ 4-0. И кажется, я немножко учусь играть в эту игру. Все не так уж плохо, как оказалось. Ну, давай, один забей, ты заслужил, в принципе, по своим моментам. Но Игорян говорит, нет, я должен отстоять сухарь. Все, ребята, заканчивается матч 4-0. Мне дали очередную ачивку. Сухая победа. 4%! Кстати, ребята, может быть, реально задрочиться и выбить платину в этой игре? Напишите в комментариях, если это вам интересно. Может, было даже отдельную рубрику сделать, где я выбиваю платину. Итак, подведем итоги. У соперника 5 ударов в створ, 0 голов. У меня 4 удара в створ, 4 гола. Грозова! Леонид Месси, собственно, лучший игрок матча. На самом деле, мне очень даже понравилось. Ну, подождите, это пока что один матч. И, возможно, соперник был не самый сильный. Надо сыграть еще одну катку, чтобы убедиться, что я реально профи в этом деле. Добавить список заблокированных соперников. Боже мой! И, спортс, додумайтесь до этой фишки. Ты встречаешь какого-нибудь говноеда, блокируешь, и ты с ним никогда не встречаешься. Это ж круто! Так, мы наскребли на один пак. У меня есть 250 золота. Блин, ну это реально круто, когда тебе дают валюту, с помощью которой ты можешь открывать паки. Почему у яшников нет такой приколюхи? Давали бы вам хоть какие-то маломальские фифа-пойнты за то, что вы делаете какой-то прогресс в этой игре. В этом плане, конечно, пес намного поинтереснее системы. Давайте откроем этот самый пак. Абубакар. Здравствуйте. Ребята, я же совсем забыл то, что здесь можете прокачивать игроков. Сейчас я парочку бомжей закину и попытаюсь апгрейдить своего Кройфа. Так, Бенземая идет нахуй. Вы решили преобразовать игрока черной яркости. Продолжить? Черная яркость. Давай, до свидания. Тренировка игрока, да. И давайте же посмотрим, какой скилл сейчас будет у Кройфа. Ну, по чуть-чуть все подняли. 95 рейтинг теперь у игрока. Плюс 1, плюс 2 где-то. Супер, супер. Не, вот за эту фишку я прям вообще респектую. Допустим, у тебя любимый игрок, ну бля, боже упаси, какой-нибудь Жоржиня, у которого пейс там 50 фифа. Но ты им хочешь играть. Ты берешь его, апгрейдишь, там тренера вот этих применяешь. У него там уже скорость становится 70. Рейтинг 90. И такой, во, круто. Это реально охерительная идея. Но опять же, тут посмотришь и вспоминаешь то, что тут нет трансферного рынка. Хотя, казалось бы, как вообще собирать свою команду мечты, если тут нет трансферного рынка. Где-то тупит фифа, где-то тупит пес. Вот надо соединить все эти две игры, выкатить просто пушку. Я очень сильно надеюсь то, что в ближайшее время появится какой-нибудь конкурент, который покажет, как нужно делать футбольные симуляторы. А так, играем. Кто во что играет. Кто в пес, кто в фифу. Командный дух у меня уже 79. Это более чем заебись. Единственное, конечно, тут с поиском соперников небольшие траблы имеются. Достаточно долго ищется, если сравнивать с той же фифа. Блядь, я пойду прогуляюсь пока что ли. В туалет. А вы серьезно что ли? Реально, до сих пор не нашелся соперник? Не, ну это полная херня какая-то, ребята, честное слово. Прикольно то, что вы можете настраивать рейтинг команды, уровень ограничения на сетевое соединение, еще уровень поддержания пасса, чтобы не наткнуться на какую-нибудь задрота. Похуй, везде подбор игроков не ограничен. Поехали. Хотя, мне кажется, я зря это сделал. Сейчас мне дадут кого-нибудь задрота, у которого рейтинг миллион будет. Это будет жестко. О, вот и попался товарищ. Рейтинг 804. О, все выиграла только одна ничейка. Понятно, сейчас он мне раздерет очко, мне кажется. У него Криштиану Роналду в команде. А ливнуть я не могу. Я не хочу играть. Дайте мне ливнуть. Скорее всего, я тут проиграю. Не надо бы, наверное, ставить. Неограниченный вот этот поиск. Надо бы все-таки своего уровня придерживаться. Блин, круто. Вы можете статистику даже посмотреть, сколько он бьет, как он владеет мечом. Охерительно. Канами додумались, а FIFA нет. Это же прикольно. Вы уже играете по факту соперником и видите, как он играет. Это охерительно. В каждом матче допускается только одна неотмененная возможность погреться в лучах. Если ваш игрок забил, то он может опраздновать только один раз. Прикиньте, охереть. Это просто супер. То есть вы забили гол и реально можете только один раз отпраздновать, чтобы не раздражать соперника. Такие вот мелочи, конечно, приятно удивляют. Ох, какой красивый стадион. Вы только посмотрите. Красота. Кампнул. Красиво, красиво. Как бы там ни было, один хуй я сейчас проиграю, поэтому просто пытаемся получить удовольствие от игры. Давай, давай, давай. Добеги до мяча, хорош. Прекрасный пас. Леонид. 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 Гол забивает Леонид. Отлично. 1-0. Первая атака, я сразу же забиваю гол. Слушайте, ребята, что-то подозрительное происходит. Судя по уровню этого игрока, это прям мастер. Это профи какой-то. Ну ладно, давайте. Не будем раньше времени дезморалиться. Просто нахер Игорек выбивает. Это может быть привоз, защита обосралась. И это не гол. Сократис. Спасибо. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ой-ой-ой. Как же мне сейчас повезло. Слушайте, этот парниша играет с забросами. А забросы тут, видимо, рулят, как я понимаю. Потому что заброс очень круто прошел. Так, Кройф. Удар. Выше мяч пошел. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну это Криштиан Роналду. И это, скорее всего, голда. Что я рассчитывал? 1-1. В принципе, я к этому был готов. Блядь, а кто-нибудь встретит? Кто-нибудь встретит? Да блин, ну так. Ну так все читалось. Ну просто. Блядь. Что я тут сломал? Такой читаемый пас был, но я ничего сделать не смог. Опять вот такой читаемый пас. Просто жесть. Игорян, спасибо. Мне кажется, я знаю, какого голкипера я буду качать в этой игре. Хорош. Лево. Лонгшот. Леонид своей королевской левой ногой забивает на своем родном стадионе. Ладно, ребята, мы еще в игре. Мы просто так не сдадимся. Ребята, я не профессиональный песер, конечно, но мне кажется, с прошлым сезоном они физику игры, конечно, знатно так доработали. Играть намного приятнее, чем в прошлом году Игорян. Это очередной сейв Игоряна. Я серьезно его прокачаю до рейтинга 90. Вот я прям зуб даю. Если он с таким рейтингом столько сейвов делает, то уж что говорить, если у него прям высокий рейтинг будет. Ну, у меня все по стандарту. Два удары, створ, два гола. Я мастер моментов. Реализую вообще все. Ну, зачем? Свой же меня толкнул. Ну, что за бредятина? Тройная замена. Азар, Лукаку и какой-то там бомж выходит. Ой, пустые ворота, пустые ворота. Да, блядь, ну, чуть-чуть не хватает. Столько моментов, конечно, я упустил. Просто жесть. Бля, 89-я. Только не впустить на последней минуте, пожалуйста. Ребята, просто, просто, просто. Спасибо, спасибо. Все, последняя атака. Это моя атака. Нет. Не будет у меня атаки. Счет 2-2. С каким-то, видимо, киберспортсменами я сыграл. Поэтому это довольно-таки неплохой, наверное, результат. Хотя, я думаю, побольше моментов у меня было во втором тайме. Но счет на табло. Лучший игрок матча у меня снова Леонель Месси. Спасибо за игру. Хорошая катка. Прикольные у тебя видосы. Да, действительно, я сыграл с подписчиком. Но это забавно. Это забавно. Спасибо и тебе. Человек на канале завтра ему отписал. Как мне кажется, это приятно. Всегда сыграть с подписчиком. А подписчику вдвойне приятнее. Вот такая вот забавная история у нас получается. Это вам не токсичное сообщество фиферов, которые желают смерти после того, как сыграли матч с кем-либо. В общем, меня трех вратарей отправляю в опытных тренеров. Закину я к Акинфееву их. Так, как сильно интересно Акинфеев качнется. Давайте посмотрим. Рейтинг 83 сразу становится, ребята. Это довольно-таки неплохо. И мне дают очередную ачивку, которая приближает меня к платине. Ну, слушайте, что по итогу я мог сказать? По первым впечатлениям, ПСК меня реально удивило. В него интересно играть. Есть прикольные фишки, которые мне действительно очень нравятся. И если вам зайдет подобный контент, я с радостью буду дальше снимать ПЕС. Хотя бы если по 150 тысяч просмотров будут набираться, и хотя бы тысяч по 20 лайков. 20 тысяч лайков, ребята. Если мы договор такой вот заключим, ПСК будет дальше выходить на моем канале. Так что все зависит от вас. Я надеюсь, вам тоже нравится. Я пока что действительно кайфую. А с вами был я, PandaFX. Спасибо, что смотрите меня. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. И всем хорошего настроения. По стандарту. Чао, бамбима. Бамбита. Или как там правильно? Чао, бамбима. Бля, забыл, как там говорится. Похуй. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok